Всем привет, с вами снова Генопилот и темой этого видео является динамическая зона применения вооружения или на манер западных партнеров WEZ, Weapon Engagement Zone. Все что вы увидите в этом видео не является плодом моего воображения или результатом наблюдения 100 500 дальних воздушных боев. Все это я прочитал в книге, посвященной симулятору Falcon 4 BMS. Очень советую, чтиво интересное и познавательное. Ссылка будет в описании. Начнем. Добавим в сцену реалистичных облаков. Антагониста F-16 и протагониста МиГ-29. Представим себе, что оба наших героя сходятся на максимальной дистанции, на одной высоте и скорость у них тоже будет одинаковая. А пока самолеты сближаются, я ненавязчиво попрошу вас поставить палец вверх и подписаться на канал. Итак, что же такое динамическая зона применения вооружения? Представим, что возможности вооружения F-16 и МиГ-29 в DCS одинаковы. Таким образом, самолеты на одной высоте и скорости будут иметь одинаковую зону атаки. А зона атаки, в свою очередь, это набор переменных, учитывающий высоту носителя, высоту цели, их взаимную скорость, а также возможное поведение противника на момент пуска ракеты. Все эти параметры снимаются радаром, рассчитываются компьютером и после расчета вы получаете заветный пуск разрешен на ИЛС. Давайте представим, что у нас нет компьютера и разберем эти переменные отдельно. Как мы поняли из вышесказанного, цели на встречных курсах и на одной высоте с большой долей вероятности будут иметь одинаковую зону применения вооружения. Однако, если один из самолетов будет атаковать противника в заднюю полусферу, находясь на одной высоте, его зона атаки значительно уменьшится. Получить преимущество можно за счет скорости, что не всегда возможно, или превосходства над противником по высоте, тогда дальность и вероятность поражения цели значительно увеличиваются. Высоту можно использовать также для занятия оборонительного положения, так как у противника будет меньше энергии на атаку вашего самолета. С другой стороны, у противника появляется преимущество по маскировке на фоне земли и применение положения ночь. Ссылка на видео будет в описании. Например, радар МиГ-29 не видит практически ничего на фоне земли на расстоянии до 50 км, а 50 км или 25 морских миль – это дистанция уверенного пуска АМ-120С, что предопределяет исход столкновения. В основном в PvP-миссиях Су-27 и МиГ-29 пузатерят на предельно малой высоте с выключенным радаром, и ищут цели на фоне неба в оптическом спектре. Скрытая атака, выполненная таким образом, является грозным оружием советских самолетов в DCS. На двух следующих слайдах представлены диаграммы прямой зависимости высоты, скорости и ракурса цели. Можете поставить на паузу и изучить. А мы переходим к практической части нашего видео. Итак, первое схождение. Начинаем на эшелоне 320 на скорости 1 мах и расстоянии 50 морских миль. Берем противника в захват, зная, что он сделал то же самое. На максимальной дистанции выполняем пуск АМ-120С и уменьшаем скорость сближения с целью путем изменения курсового угла с нуля на 50 градусов. В фото к вью видим, что противник делает то же самое. По всей видимости, мы читали одно руководство по Falcon BMS. Так как мы пустили ракеты с максимальной дальности, они ушли в режиме лофт и делают пологую горку, чтобы не терять энергию на конечной части траектории, когда включится активная ГСН и цель начнет маневрировать. Как только СПО начинает орать, понимаем, что включилась активная ГСН, угрожающая нам ракеты, выполняем маневр сплит и раскидываем фольгу. Наша ракета уходит на диполе, а ракета противника не дотягивается до нас, потому что мы увеличили скорость и, соответственно, энергию. Выводим самолет в горизонт и возобновляем радарный контакт. Выпускаем 120-ку. Так как дистанция минимальная, ей не нужен подсвет радаром, поэтому спешно отворачиваем. По атаке увидим, что бот в этот раз принял сомнительное решение стрелять ракетой М9Х. Наша ракета успешно поражает цель. Второе упражнение. Условия те же. Высота 32 тысячи футов, скорость 1 мах и удаление друг от друга 50 миль. На максимальной дистанции выполняем пуск М120С и, не теряя радарного контакта, ставим курсовый угол с целью, равный 50 градусов. Это связано с возможностями радара F16, так как он может сопровождать цель на углах не более 60-65 градусов. Получив предупреждение на СПО о пуске, резко выполняем маневр сплит. Крошим и отстреливаем фольгу. Сейчас произойдет размен. Дело в том, что я решил сохранять радарный контакт до конца и за это поплатился. Хотя мой противник не делал этого и тоже был сбит. Для третьего упражнения значительно изменим начальные условия. Мы начинаем на высоте 10 километров или 32 тысячи футов. Наш противник на высоте 2000 метров или 6 с половиной тысяч футов. Скорости и желание навредить друг другу одинаковые. Бот понимает, что находится в заведомо невыгодных условиях и лезет выше. Кстати, замечу, что им значительно добавили мозгов. Это не может не радовать. Пускаем ракету и, сохраняя подсвет цели радаром, выполняем поворот на 50 градусов. Немного двернем влево, чтобы сохранить курсовой угол с целью не более 60 градусов. На ИЛС мы видим, что до активации ГСН нашей ракеты осталось 2 секунды. Вместе с активацией мы получаем предупреждение о угрожающей нам ракете и отворачиваем. Мы видим, что скорость противника очень низкая и его поражение неиминуемо. Мы же сохранили энергию и спокойно ушли от ракеты. Далее я покажу вам реальный ПВП-вылет, который состоялся 12 февраля 2021 года. Здесь я должен был применить все знания, описанные выше, но мне не позволили. На повторе очень хорошо видно, как нашу тройку F-18 атакуют три истребителя F-16. С высоты, внимание, 58 тысяч футов или 18 километров. Я не ожидал, что через 3 минуты после старта кто-то сможет запрыгнуть в стратосферу и отстреляться по нам. Но вот, еще одна отличная тактика в вашу копилку знаний. Ребята отработали, развернулись и ушли на перезарядку. В общем и целом, смотрите сами. Теория не поможет вам и, как показывает практика, мне тоже. Увеличить живучесть в онлайн ПВП-вылетах. Для этого нужен опыт, который приобретается в результате постоянной практики. И, конечно, сражение с опытным противником, который сильнее вас, дает ощутимый буст. Цель этого видео – показать вам самые азы в освоении сложных механик воздушного боя на современных самолетах в DCS. Тренируйтесь, познавайте интересную науку под названием дальний воздушный бой, приходите в авиацию, хотя бы виртуальную. С вами был Генопилот. Увидимся онлайн. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!